дорогие мои всех приветствую из ростовской области это у нас камень шахтинский микрорайон заводской вторая неделя октября выходные у нас похолодало где-то порядка 15 градусов ну на солнышке на побольше но сегодня правда ветерок опять поднялся пока еще можно покататься отправляясь вместе с вами путешествие здесь по каменскому району для начала прокатимся по микрорайону заводскому поедем в сторону донецка гундаровки здесь по проселочным дорогам на вишневецкого попробуем в михайловку проехать по грунтовке но в общем посмотрим потом на пароме переправиться на другую сторону ну а пока икрорайон заводской это верхняя его часть здесь у нас идет такой поселочек а в глубине здесь дачи ну а за спиной у нас осталось м4 направо на москву налево на ростов это у нас улица керешкова вдалеке дачи виднец и вот впереди у нас улица троя здесь вот эти домики они строились последние еще пока мошзавод работал а это маслоцех здесь масло делают пресса стоят это вот территория мошзавод пошла верхняя мошзавод давно уже банкрот его нету здесь всякие частные предприятия на его территории ас находятся да чем хорош юг россии что мото сезон так может продолжаться и зимой если зимой принципе тоже плюс 10 бывает потеплее деться стоянка фур здесь у нас такая а здесь вот начинается уже тигарба и омс тигарба делает бетон мешалки плуги всякие одно время даже говорят много дел бетономешалок это вот в пт у здесь и общага рядом с ними здесь есть ложка а здесь возле тигарба за центральный проходной такой вот парк и фонтан еще пока работает остановка автобусная рынок разбирают что-то здесь какой-то торговый центр будут строить место него но пока не понятно здесь за деревьями мошзаводской профилакторий там комнаты большая часть приватизировали часть работает как гостиница также неплохая столовая где до 300 рублей можно комплексно пообедать и очень вкусно готовят вкусный борщ и вкусные котлетки с перышки и отбивные но это вот сама центральная проходная бывшего завода но ничего здесь увы уже нету это пожарная часть здесь глубине кстати находится офис русской свинины деревьями здесь кстати когда-то был парк ведь фонтанчик виднеется на русская свинина это вот предприятие по по производству свинины у нас здесь по всей ростовской области довольно таки большое производство мы когда с вами катались от глубочки туда на излучину мимо проезжали плохо плохо за деревьями пробивается профилакторий ямки у нас тут местами ямочный ремонт был но не везде эти автобусы ходят правда по специальному расписанию это вот новая проходная нашего завода к зтм и спецмаш строится ямочный ремонт был но почему-то этот кусочек не отремонтировали нас даже отделение сбербанка на микрорайоне из когда-то хотели закрыть но не закрыли работают даже по субботам работают магазин у артура который был на рынке переехал сюда вниз где когда-то давно аптека была сейчас давайте с вами еще и дк заедем и будем ехать дальше давно и здесь по микрорайону не катался меня есть просят чтобы я здесь снимал ну друзья мои очень мало просмотров очень мало комментариев интересно наша обыденная жизнь жителям россии и жителям мира смотрят только тех кто здесь родились надо вот получается центральная площадь здесь праздники митинги всякие проводятся это центральная улочка лончарского на которой находятся все магазины фикс прайс красное белое магнит и так далее здесь вон александровский пивничок парк его хоть подремонтировали ведь и принципе народ гуляет здесь отделение полиции в котором никогда никого нет здесь почта озон с файлберрисом самое главное посылочки привезли такие вот у нас домики район строился в разное время поэтому начиная с 50 даже нет раньше чем 50 тот еще до войны был паровозы ремонтный завод тут были какие-то бараки вот это последний дом который здесь построенный дом уже кстати при мне здесь это вот школа то старшая школа здесь младшая школа ходит по моему до пятого класса старшую сюда после пятого и до войны здесь был завод паровоза ремонтный ну понятно потом война оккупация потом здесь делали для шахт кмз завод который дел крепи всякие комбайны и так далее да вот проблема с мусором она здесь существует там по всей ростовской области здесь вот один единственный у нас хороший строительный магазин находится это еще кб одну вайлберрис и магнит кстати в этом месте долго пустовала и ничего не было после советского астронома вот внутри микрорайон я езжу в принципе ветра практически нету мы сейчас вот выйдем на открытое конечно будет сдувать машин у нас здесь довольно таки много особенно когда на м4 пробки все сюда обезжают и микрорайон строился в разное время и есть двухэтажки и последний уже конечно три четыре пять и есть побольше но так заправка место на местной заправке бензин получше но качество не знаю хотя народ принципе заправляется пути провод наши его отремонтировали года два назад пока вроде держится опять же по нему запрещено ездить грузовозом но связи с тройкой в лднр у нас здесь есть заводик где щебенку дробят всякие вот эти смеси делать асфальтный грубо говоря вот они вот вот кстати вот он едет но это еще не самый большой и они все равно по нему ездят негласное разрешение да ну и не ездить и они ездят и вот видите вот так вот выдавливает на свой так но мы направляемся сейчас корейцам надо посмотреть очень картошечка а потом поедем даст уровень шнурецка подъезжаем к айсбергу саженцы продают картошечку вот сапа сам айсберг маяк заправка 95 57 рублей почти 92 52 ну кто говорит что ничего ради бензинчик здесь вообще как мост построили городской память сирский донецк это улица жила и здесь он с развития шаурма и озон и пятерочка много магазинов пооткрывалась них вот такая политика что они пятерочку это тима нет и строить только на проездных если вы сейчас поехать как он стал вот направо поедем сейчас сидит там ни одного пятерочки и магнит один хотя не знаю там очень много сел пусть они небольшие хотя бы те нибудь центрально вполне можно было бы такие подобные магазины открывать видеть опять едут едут пустые закрутаться здесь тоже что-то строят сама мойка вся занятая торговый центр небольшой ну и частный сектор идет нам надо тоже заехать помыться и все после печальной бури уже в принципе наверно воздувало песок ветрами дымком запах вот это палец сушняк листья вообще опасно в этом году очень много пожаров так кстати сейчас на солнышке тепло но я все равно один-двое штанов и поддел термобелье глобочка у нас далеки видно так поворачиваем святана филиппенкова михайловку турбаза сказка и на осетровую фирму глобочка сейчас обмелела потому что северский донец сбросил воду шлюзы открыли теперь сильное течение и воды немного и всегда на зиму сбрасываем здесь вы видите еще теплички стоят здесь уже поля все поубирали летом здесь помидорчики огурчики перчик и так далее выращивать мы сейчас здесь где-то остановимся спросим почему картошечка луганский на рынке в районе 60 50 60 рублей а вроде на улице говорят что 45 маман горит привези картошки вот не знаю есть смысл ввести или нет друзья мои покидаем рыночек картошки с это еще пока мало картошка 38 40 45 рублей выбора нету что-то мелковатая какая-то вот яблочке разные вкусненькие вот купил яблочек сейчас погрыз по 100 рублей капуста 50 перец болгарский 75 разный или желтый красный капуста 50 если вот там по 40 морковочка по 50 а вот собственно ситровая фирма идет все собираюсь сюда съездить купить за ситра покушать но все никак говорят что вкусный хорошая сетра здесь и цены вроде адекватные мы направляемся дальше филипенково так вот после первые дома филипенкова бывшая бородиновка там далеки харьковка и по правой стороне в глубине длиновое озера верхняя нижняя надпись филипенкова дата спешат все хотя он знак 40 вот здесь уже не пятерочки не магнита ничего нету хотя впереди еще там друзья мои далеко сел люди вынуждены ездить вот отсюда вдаль за продуктами вообще конечно там вдальке где мы будем с вами переправляться не хватает конечно мостах а вот здесь находится новаколор предприятие как филиал не филиал нашел лакокрасочного комбината престиж и тут видите тоже такой сад перед ним и много-много деревьев филипенково кстати продолжается он довольно таки большой продолжительная но здесь конечно же только частный сектор и внутри там только грунтовка здесь пошел небольшой участок соснового леса сюда за грибами ездят но вы в этом году что-то пока он был всего один дождь это такой довольно таки небольшой непродолжительный вот и следующей неделе вроде дожди будут модуль грибочки будут так грибов пока у нас нету суш потому что очень сильная стоит и сильные пожары сейчас кстати тут тоже не стала камера включать проезжал тоже довольно таки согревший такой участок потому что очень сухо друзья заезжаем верхний красный здесь у нас такой заповедник заказник дом охотника ну я так понимаю здесь можно по путевкам как-то платно охотиться здесь вот заборчика за ним много живности здесь вот кстати шлюз находится верхний красный этот край не шлюз из этой шлюзовой системе которая еще была при царе построена вот домики здесь вот вдалеке за деревьями идут начинается поселок виднеется первые они раньше идут но их просто не видно сюда тоже много людей на рыбалку ездят учетом в этом году рыбалка такая вы знаете непонятно из-за этих перепадов погоды давления магнитные бури и рыба просто вообще какая-то вялая вот видите с той стороны виднеется ветряки это дорога идет сторону донецка кстати по этой дороге принципе можно ездить донецк единственно что здесь легковой по крайней мере паром но дневное время конечно машин побольше и проще а вот ночной я не знаю как они работают и довольно проблематично перебраться пошли сельхохозяйственные угодья куда здесь в принципе на юге в основном занимаются сельским хозяйством здесь промышленности полях лесах такой особо нету поэтому большая часть занимается работая на земле на фермерские вот этих хозяйствах всяких либо ну свои хозяйства держит там живность потом продают ну сами тоже кушают так вокруг все поля здесь конечно обрабатываться здесь только вот на дороге видите такая степь 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 потихонечку видите зарастает деревьями но она особо обширно здесь не растет потому что довольно таки все-таки жаркие сухой климат заезжаем вишневецкий встречает нас сельскохозяйственной техникой да по этой дороге кстати любят кататься у нас местные велосипедисты я уже говорил потому что здесь небольшое движение транспорта и в принципе она довольно таки ровная без резких перепадов и большая часть закрыта от ветра деревьями хотя кое-где все-таки деревья есть вот школа стала защитником времен великой отечественной войны вот так все видите цивильненько убрано проблема в том что там еще дальше вот много-много сел асфальтная дорога только сделано почему-то досюда я не знаю почему я бы до самого дальше туда бы сделал бы асфальтную дорогу сделал бы мост здесь бы тогда бы пошел трафик все божевелось построили бы магниты пятерочку газ вон все остальное так пока что здесь не густо но это еще видите это так село которое не так далеко ну где-то километров 15 от поворота так сказать от цивилизации от красновки тут конечно подальше там похуже да инфраструктура конечно решает чё что говорить там тупик был и вот кстати вот где-то в этот ручеек не впадает родничок где-то вот выше не знаю как туда проехать час здесь сначала к речке съездим а потом попробуем проехать песочек здесь везде надо резину менять это конечно по песку не очень хорошо ездит поездит колеса широкие все-таки спереди 120 сзади 150 но нужно аккуратно не поворачивать ехать прямо маша можно упасть вот цвете идет тушим говорю старая брусчатка вот какие-то заброшенные домики чем такой внешний вид как государственные какие-то постройки еще советские да если мы заброшен видите там старики умирают молодежь уезжают и поляки северский да нет здесь вид красиво сейчас мы с вами остановимся посмотрим он уже вижу рыбачков здесь в основном конечно блеснят воблеры всякие там блесны силикончик он один рыбачок вдалеке он на другой стороне как-то заехал эти насколько вода ушла после того как шлюз сбросили но она здесь посередине довольно таки глубокая поэтому так сильно и уходит эти даже кто-то вниз ездила это вот все приехали скорее всего рыбаки где-то по берегу разберлись ловят машины здесь оставили выбрались мы наверх хочу родничок этот посмотреть вот собственно идет дорога через село грунтовая такая вот еще трактора ездит из-за этого такие выбоинки ямки неудобно ехать какой-то домик тоже магазин магазинчик на дорога здесь конечно такая не очень приятно сильно не разбудишься вот так и живу здесь натур эндуро по-то ездить конечно они на они на таком транспорте как я не ну вот на грунтовку связи съехал здесь полегче собаки на бегают вот так люди живут здесь так это еще не такая далекая глубинка здесь сколько тот 20-30 километров до 4 на 100 гляньте природа какая сразу здесь выше мостик через ручеек даже за асфальтировали правда это на все что хватило оставил скутер сверху заехал с другой стороны вот принципе да он роднички видите бьют и вручок падают но нету такой чтоб знаете как своего рода чтобы как труба будем выезжать назад и едем с вами михайловку ведь вот в таких условиях живут люди тут даже наверное не везде интернет есть но это не точно наверное раз телеком скорее всего есть на всех просто улицах газ тоже не знаю электричество вот точно есть да сейчас дальше поедем посмотрим вот в той части поселка нас должен быть здесь что-то я не вижу в этой части поселка здесь как-то не видно вот а без путевки запрещено и вот такая друзья мои дальше дорога идет и до самой михайловки в чем проблема здесь асфальт положить ну как-то так а вокруг поля газа походу здесь нету по крайней мере в этой части может не во всех домах не знаю не буду врать лишь невестки заканчивается тут еще плохо что трактора ездят и после них выбоины знаете друзья моя тел подальше от упора я и принципе 50 60 по этой дороге едешь нормально скуток справляется не трясет небольшая вибрация в руках там это да вот пошла михайловка если бы здесь сделали асфальтную дорогу вот здесь бы мост здесь бы регион конечно бы а жил бы инфраструктура это наше все но надеюсь кто-то может смотрит умное видео понравится моя идея я бы сделал здесь бы дорогу хорошую туда куда-нибудь вот видите смотрите мы заезжаем с вами в михайловку на с той стороне он кстати церковь ту которую мы обычно едем в гундаровки внизу заезд то получается как изначально это была станица гундаровская на той стороне потом поселок городского типа лишь что-то гундаровский рядом с ним был потом гундаровку переименовали в донецк а потом гундаровский вот этот присоединили к донецку и теперь это все донецк получается вот такая история вот а это дальше пошла дорога вдоль северского донца кстати он видите виднеется шахта вот эти которые в краснодоне этой стороне эти реконы вот и пошла туда и тут много еще сел вдоль донца на этой стороне но раньше здесь была граница по донцу теперь тут границы нет теперь здесь она граница областей российской федерации поэтому конечно здесь будут это бы все бы заасфальтировать да сделать бы здесь мосты через северский донецк даже может не 11 здесь там выше и соединить это все и здесь бы конечно все жило но плюс асфальт проложить вот как-то так но мы будем двигаться с вами сейчас к парому один раз я здесь на велосипеде ездил будем сейчас вспоминать дорогу ну в принципе по сама накатана едешь поначалу здесь щебеночка дальше там пойдет такой густой песочек на велосипеде было очень весело ехать ну здесь колеса пошире здесь конечно будет полегче так что здесь люди ездят за всем конечно через паром через север вернее на пароме через северский донецк ну что я даже не знаю что здесь есть ноги до каменска до красновки здесь видите довольно таки далеко а донецк тут переплыл и на другой стороне цивилизация почему здесь направлено что-то такое какую-то переправу нормально не сделать я не знаю причем раньше было два парома а сейчас остался один и это печально ну плюс еще и платный 20 рублей сколько мотоцикл сейчас посмотрим будет самое главное что он же пустой не будет ездить должно собираться определенное количество машин плюс там как она зимой работает замерзает не замерзает и так далее вот видите пошел песочек ничего потихонечку главное с колеи не вылазить и не вилять начинает зарываться но ничего мощности хватает выбираемся но ноги лучше свешивать чтобы если что он видите как вилять начинает тоже чего нельзя засыпать щебенкой дорогу эту непонятно ну песок поэтому грязи нету но сейчас видите дождей давно не было поэтому много много рыхлого песка домики кондиционера есть вот газ не знаю сейчас посмотрим магазинчик какой-то анюта так вот люди здесь и живут без машины конечно тяжело автобус я не знаю насколько часто будет ну а так только сельское хозяйство можем тут а в донецке где-то работает я не знаю он есть и заброшенные конечно домики я не знаю что здесь еще в советское время мост не построили довольно таки логично бы было но ведь увы это какие-то поселковые здание тоже он мемориал погибшим воином тоже везде водоохранная зона по наставили законов попринимают а как их реализовывать никто не думает вот это все друзья мои грунтовая дорога и здесь вот это все находится в водоохранной зоне эти все дома и так далее то есть ну это вообще брит аל и и и и Так, ну мы уже с вами выбрались Паром, надеюсь он ходит Нет, поедем назад Здесь вот у них какие-то зверца Здесь в прошлый раз рыбку ловил народ Что-то оно совсем пересохло А, ну видимо с Донцом сообщается Да нет, спустили ведь И оно, да, это с Донцом заливается Так, что-то кого-то ждут На той стороне Даже пассажирская какая-то стоит Сейчас воздухом подышим Яблочки поедим Не знаю, видимо он только что переехал на ту сторону Не совсем удачно я приехал Вон люди отдыхают, шашлычки жарят Дорогие там турбазы хорошие много Тоже такие вот как Эльдорадо Типа базы отдыха Где можно с ночевками отдохнуть хорошо Ну тоже домики 3-4 тысячи На несколько человек Да, вот здесь бы мост построить бы И дорогу Вот тут за горой идет у нас уже Донецк Значит дальше тут идет Граница теперь области Между ЛНР и Ростовской областью Ну надеюсь Все-таки этим регионом займутся И конечно Нужна инфраструктура И тогда все живется Ну будем ждать, чтобы перебраться на ту сторону Так, прошло буквально пару минут Гляньте, уже он полный Паром плывет в нашу сторону Даже один скутер И с другой стороны, видите, уже народ приехал Сейчас будем собираться Ехать надо Сейчас кошелек достать Я даже не знаю сколько Сколько стоит проезд На данном аттракционе Видите, он на солярочке походу работает Там в будке моторчик Который гребет, видите Дымок идет Народ загружается Домой, конечно, так не потолкаешь Мы будем потихонечку заезжать Который гребет так все припарковались будем ждать направление машина получается в районе 100 рублей но это не точно но это автобус может 100 рублей автобус машина может чуть поменьше мотоцикл 50 рублей ну казалось бы что туда дистанция а вот так вот люди живут за счет этого благодаря тому что альтернативы нету все пошуршали мы раньше было два вот видите где там люди стоят там был еще один заезд мы видим объемов сейчас мы уже будем на той стороне донецке донецком в районе знаете сколько рыбачков на той стороне сидит прямо много все швартуемся течение конечно немножко его разворачивать тянет он велосипедист приехал оба и мы все на твердой почве приветствую всех в донецком районе виде здесь даже остановочка есть и барбусик вот такое вот путешествие да я думал будем дольше стоять в принципе раз-два накопилось стал не такой большой на самом деле поэтому там две-три машина увидите машины нету цена ну не факт что конечно они все едут на него кто-то может ехать и на турбазу или на рыбалку или за рыбаками ну что-то в таком духе ну а здесь дорога чудесная потому что здесь база отдыха и базам отдыха хорошая дорога вот хотелось бы конечно такую дорогу видеть и с другой стороны и мост как-то затяжной подъем наверх но я сейчас хочу на птицефабрику заехать здесь птицефабрика говорят и у них хорошие на въезде там цены и так далее она там находится вот наверно вот это она белеет видите вдовеке и там говорят вкусное все короче советую вот хочу туда проехаться и буду возвращаться назад каменска такая у нас прогулочка на принципе вообще я посмотрел дорогу то есть гипотетически могу ли я из каменска допустим ехать вот здесь вот в принципе можно все работает только конечно я думаю принципе ну да можно и принципе в то время когда едешь я думаю здесь тоже людей должно быть много поэтому интенсивность движения нормально единственно что плюс 50 конечно будет так вот ерунда зато какой экшен практически корабль где еще можно у нас поплавать походить по воде а выезжаем мы смотрите где выезжаем мы там вот по моему чуть левее да пошла объездная туда на кпп а прямо вот это пошла на донецк ну то тоже выйдет дорога на донецк только уже так сказать туда в центральную часть и даже ближе туда к автовокзону мы сейчас здесь немного с вами по донецку прокатимся до центра вот осталось донецк там еще одна правда чуть раньше есть но здесь еще одна ну видимо присоединяли когда менялась граница вот пошла основная часть историческая Донецка домики пошли это все шахтерские городки только шахты здесь закрылись еще советские времена вот такие домики мы я здесь когда тоже ездил снимал поэтому что-то новое такое специфическое вы здесь наверное не увидите ну уже как-то был здесь рядом вроде не заехать да тоже много частного сектора здесь в округе ну центральная часть такая застроенная видите вроде больше 4 этажа такой 5 где-то вот даже больше неплохой такой городок тихий компактный только с работой как и везде ну и плюс он видите он раньше был не проездной то есть он вообще белухой был сейчас конечно благодаря тому что ЛНР и через изваре на поток идет он конечно ожил да и наших за время ЛНР и время войны сюда перебралось и бизнес и просто люди попереезжали ну здесь тоже особо экономическая зона поэтому здесь вот присутствуют такие вот интересные новостроечки здесь было финансирование наверное под ипотеку и вот такую красоту здесь построили в Каменске такого нет вообще честно говоря он как-то поуютнее поухоженнее чем Каменске Каменске что-то в последнее время вообще обнять и плакать какая-то печаль просто ну просто обычно когда на изваре наедем мы едем по вот этой левой дороге ну тут вот она идет поэтому сюда не заезжаем ну быстрее там конечно ехать здесь светофоры лежачий полицейские и все такое храм красивый такой ну а здесь вот видите частный сектор пошел ну а вот и где-то здесь конечно уже есть магниты пятерочки все такое здесь даже два гипермаркета магнита потому что сюда ездят жители лнр закупаться но наверно ближайшая точка из луганска куда так вот можно заехать и где есть вот эти все сервисы до почта где можно забирать посылки с алиэкспресса пятерочка все остальное чем можно было бы ездить вот туда в сторону миллерова на таловку но вы там только пеши впускают я не знаю почему-то не сделают переход как-то так но мы тем временем приехали к рынку здесь наверное будет финал наш сегодняшнего путешествия надеюсь оно вам понравилось так сейчас зеленый будет здесь вот парк небольшой вот сюда собственно приходит автобус из каменска до Донецка автовокзал там дальше находится вот видите люди стоят ждут отсюда вот на кпп едут единичкой а вот собственно и стоит автобус на котором мы много раз ездили до Донецк каменс шахтинский ну теперь мы обзавелись мопедом и нам это незачем мы на другой стороне здесь рынок видите Донецк написано ладно дорогие мои наши путешествия подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии обязательно на телеграм также подписывайтесь там можно проще задать мне вопросы и быстрее получить на них ответы ну а всем как всегда крепкого здоровья мирного неба давайте дорогими до новых встреч до новых видео еще раз пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok